Мы найдем, кто у нас крутой. Тем более сейчас у нас будут два спикера, которых нужно слушать, наверное, в тандеме. Потому что, насколько я могу понимать, по нашей программе, они говорят чуть-чуть про одно и то же, но про плюсы и минусы. Скорее всего, у нас такая тенденция. Итак, друзья, под ваши громкие апатисменты мы встречаем нашего следующего спикера Александр Белудин. Эксперт по искусственным интеллектуам промышленности. Александр Постоянный спикер нашего IT-феста. И тогда узнаем нам о каких проектах актуально компьютерное зрение. Да, все верно. Друзья, еще раз громкие-громкие апатисменты. Александру можно уже подвигать, спускаться ближе к нам, ниже к нам, потому что теплее там уже не будет. Кто грелся на солнышке, солнышко уже убежало, если вдруг на заборе не сидите. Поэтому можете смело располагаться здесь и слушать, и потом задавать вопросы. Я думаю, вы к этому тоже готовы. Да, спасибо. Всем привет. Привет. Не знаю, про плюсы или про минусы рассказать. Попробую тогда выбрать плюсы. Я хочу рассказать про компьютерное зрение в индустрии, конкретно в промышленности. Металлургия, горная добыча, нефтянка. Кратко вообще про рынок. Компьютерное зрение или по-другому видеоаналитика. Сейчас в России рынок оценивается где-то 20-30-40 миллиардов рублей в год. И большая часть, процентов 80 этого, это система распознавания лиц, контроль толпы, что называется. То есть все, что касается безопасности. И вот эти остальные 20%, они как-то распределяются между ритейлом, банками и немного-немного промышленности. Оценить сложно. Пока что это маленький сегмент, но при этом он один из самых быстро растущих и перспективных. Я хочу пробежаться по некоторым примерам применения, чтобы было понятно, где это вообще используется. Какие бывают стартапы, которые это делают. Немного рассказать про особенности. Ну и вот этот слайд ключевой вызов. Это, по сути, будут некие выводы по итогам рассмотренных кейсов, в чем здесь основные сложности. Вот, поехали. Значит, по кейсам применения. Самый вообще такой популярный и часто встречающийся кейс – это промышленная безопасность. Конкретно вот здесь на фотографии люди, там они в касках, без масок. Еще последний год ковид к этому добавился. Соответственно, контроль соблюдения дистанции, ношение масок. Это самая такая развитая вещь. В чем какие-то характерные особенности подобных проектов. Во-первых, у них практически нет исчислимых денежных эффектов. То есть повышение такой безопасности, оно не создает напрямую никакого денежного эффекта. Самое крутое, что это действительно некоторые компании металлургически умеют оценивать эффект с точки зрения снижения стоимости капитала и роста их акций. То есть как некая социальная ответственность. Они все больше раскрывают истинное количество инцидентов и потом, как оно снижается с помощью видеоналитики. Ключевые проблемы – отсутствие видеокамер, сложности их установки на предприятии, неправильные ракурсы. Камеры используются для технологического зрения, а не для наблюдения за людьми. Ну и, конечно, правильное или неправильное выстраивание процесса. То есть это должна быть помощь сотрудникам для того, чтобы они чувствовали себя безопаснее, а не способ контролировать и штрафовать больше людей. Эта тема уже где-то, наверное, на пятерке предприятий работает и в ближайшие годы будет активно внедряться. Следующая из нее вытекающая, здесь я назвал это разбор операций, это все, что касается понимания, что делают люди, куда движутся материальные объекты и так далее. Это наиболее распространено в дискретной промышленности, в какие-то сборочные производства. В данном случае здесь на первых двух фотографиях это завод по производству куриных ножек. Здесь можно увидеть, как движутся коробки, палеты, здесь вот правильность укладки этих ножек в упаковку. И все это вместе позволяет создать набор данных. В данном случае компьютерное зрение выступает источником данных для модели производства. Как все там движется, с какой скоростью, кто как работает. Ну и важно, чтобы эти системы использовались тоже для ускорения обучения персонала путем неких подсказок. И нахождение отличия факта от технологии. Факт производства может быть лучше, чем технология или хуже. Важно выявить это отличие и дальше с этим что-то сделать. На последней фотографии здесь человек работает в станке, то внутри него, то снаружи. Делают какие-то операции. Система автоматически, рабочий прототип, который автоматически распознает, что именно он делает. По секундам получается развертка, как он исполняет технологическую карту. Здесь уже прямые эффекты в повышении эффективности производства, сокращение затрат на обучение персонала. Следующая тема. Вообще супер популярна все, что касается работы на оборудование, которое не находится где-то там ни в СОДе, ни на заводе, а находится на удаленной площадке. Это могут быть какие-то нефтяные вышки, нефтяные платформы, самосвалы, грузовики. В данном случае экскаваторы на флотке. Показано, как выглядит ковш экскаватора в разных сложных условиях освещения, засветки и так далее. Здесь задача выявлять износ ковша экскаватора, износ зубьев его, потерю зуба, измерять то, что находится у него внутри, то есть размер камней и тип добываемой породы, контролировать, опять же, время работы его. Все это, как выяснилось, сделать с помощью видеокамеры и небольшого компьютера проще, чем другими способами. Хотя все равно сложно. Если самосвалы уже, в принципе, беспилотные и постепенно заменяются, то в экскаваторах до этого еще далеко, и вот эти темы тоже достаточно актуальны. И в мире пара крупных компаний этим занимаются, и в России тоже. Дальше такой технологический пример решил здесь показать. Вот этот процесс обогащения неких пород, например, никелевый или медный. Флотация называется, и там возникает такая пена, вот эти пузырьки. И здесь нужно определять размер пузырьков, направление их движения, скорость движения. И это, опять же, позволяет понимать текущий режим работы установки и вводить какие-то корректировки, чтобы повышать ее эффективность. Это вообще пример ситуации, когда довольно простая система стоимостью, не знаю, единицы миллионов рублей позволяет приносить на порядок больше эффекта. Но особенность такого кейса, и таких кейсов много в промышленности, особенность в том, что с улицы, будучи экспертом в компьютерном зрении, не догадаясь, что очень сложно придумать эти кейсы. Здесь уже их придумывают, как правило, на самих предприятиях, те, кто в этом разбираются. Поэтому очень важно доносить возможности технологии до клиентов, чтобы они могли сами придумать применение. Следующая тема – контроль качества продукции. Здесь две ключевые сложности. Это то, что дефектов много разных видов. Здесь вот какие-то разные сколы, они все чуть-чуть отличаются. И всего, например, в металлургии существует десятки видов дефектов, из которых, скажем, десяток основных. И они случаются редко, поэтому не так просто обучить систему. Чуть позже про это расскажу, что в этом смысле меняется. Кроме того, приемка качества, она не только на предприятии осуществляется, но, например, заказчикам. Скажем, если говорить про трубы, из которых строят трубопроводы, нефтепроводы, то качество и способ его оценки устанавливает компания, которая строит эти трубопроводы. Например, какой-нибудь там Транснефть или Газпром. И в этом смысле, если в стандарте написано, что человек должен посмотреть так-то, так-то состоять протокол, то внедрить в систему компьютерного зрения, как помощь можно, но заменить невозможно, пока сам заказчик конечной продукции не согласует этот регламент. Последний здесь пример. Это еще тоже простое применение, когда можно что-то считать. Здесь в данном случае трубы. Трубы довольно дорогие, из которых, опять же, строят скважины для добычи нефти, например. Их на складе везут, потом их увозят на скважину, там их закапывают внутрь, старые трубы достают, ну и постоянно их количество не сходится. В общем, в этом смысле некий контроль. Но вот куда-то они как-то исчезают. Каждая труба, она, в принципе, стоит в тысячах долларов, поэтому фотографировать на складе, на грузовике и сверять автоматически с накладной – это такая хорошая вещь, которая экономит людям деньги и нервы. Чуть-чуть о примерах со стороны стартапов. Стартапы по компьютерному зрению море. Сейчас, наверное, такой пик. Конечно, в основном это ритейл и банкинги, более удобные способы идентификации людей. Также популярно много стартапов связано с генерацией данных. То есть это использование 3D-моделей, либо, например, есть технология, которая позволяет… Скажем, нам нужно нагенерить фотографии какого-то объекта на заводе и в разных ракурсах. Что делают? Строят этот объект в игре Minecraft. И дальше используют нейросеть, которая называется «переносит стиль». То есть она делает из майнкрафтовского объекта фотореалистичный объект в заданном стиле. И таким образом можно генерировать, например, тот же экскаватор. Ездит в разных погодных условиях, круглый год по разным сторонам карьера. Можно замоделировать и генерировать такие данные. Таких ребят много. Очень много попыток сделать auto-email вообще в сфере машинного обучения. Какой игралит. Сделать так, чтобы модели учились сами лучше, чем делают это люди. Пока получается только в отдельных случаях. По компьютерному зрению тоже пытаются пока сложным. Но таких стартапов тоже много. Есть куча истории про распознавание по космическим снимкам. Это агропромышленность. Сейчас там в этом году вспоминали про распознавание лесных пожаров и их типа. Что там важно не только где он есть, но и какого типа горения идет. Следующее – это различные вычислители. В России это не распространено, потому что электричество дешевое. Но, например, в некоторых других странах, когда ставят, скажем, какая-то опора освещения, там стоит камера, и на ней нужно, чтобы работала видеоналитика, то люди вместо того, чтобы на 40 ватт поставить типовой вычислитель, они вкладывают миллион долларов в разработку, чтобы сделать его на 5 ватт. И это отдельный специальный чип, на котором будут переносить модели, зато получается экономно и дешево. Анализ операции с обучением. Мы говорили, например, анализы того, что делают рабочие на заводе. И последний агропатизированный сбор грибов не мог пройти мимо. Видел такой проект, когда есть… Понятно, что это не в лесу, это ферма, на которой выращивают грибы, и дальше там их нужно собирать. И люди реально делают робот, который сам ездит, находит эти грибы, и манипулятором их собирает на основе компьютерного зрения. В принципе, в ботанике, то есть в агроопределение болезней всяких растений, локальное применение всяких пестицидов тоже применяется. Так, немного про зрелость этих решений. Просто для понимания. Здесь чаще всего какие-то новые методы, они начинаются с научных статей. Есть там несколько конференций ежегодных, огромных по CVPR, на которых эти материалы приносятся. Значит, когда что-то работает в статье, это означает, что были выбраны… была проделана большая работа, ничего не работало, были выбраны единственные наборы условий, скажем, освещения, оборудования, дистанции и так далее, в которых это все работает, и дальше была произведена на свет научная работа. Обычно между вот этим первым этапом и вторым проходят где-то, ну, наверное, года два-три. То есть довольно большой лаг. Например, с точки зрения дефектов производства, дефектов, например, металлургической продукции, уже есть статьи, в которых показано, что можно на примере одного дефекта, максимум двух-трех, научить систему определять новый тип дефекта. И это очень круто, это решает проблему, как это делать, но пока еще не работает в практике, но теперь мы знаем, что через пару лет это будет возможно и здесь тоже. Следующий этап – это прототип. Прототип – это почти все про то, что я рассказывал. То есть это то, что в отдельных предприятиях реализовано, сделано. Взять, перенести это на другое предприятие нельзя, придется все переделывать. Вот как-то так. И третья стадия – продукт. Здесь самый простой пример – это распознавание лиц, то есть конторы, которые лидеры рынка про распознавание лиц, Vision Labs, Ntech Lab. Их система, ну ее можно просто купить, софт поставить любую камеру в офисе, здесь, на заводе, и она будет распознавать людей, распознавать лица, ничего туда обучать дополнительно не нужно. Это круто. Это работает в основном с биометрией. Упоминал то, что используются мобильные устройства, то есть в местах, где нет хорошей сети, это карьеры, всякие удаленные объекты. Здесь слева, как выглядят эти чипы, ну точнее это плата с чипом. Справа пример двух компьютеров, снизу и сверху, это два компьютера, которые уже запакованы в такой корпус. А вот так это выглядит на местах установки. Ну вот справа видно, здесь этот компьютер Софи лежит, а здесь это уже другой, но такой же компьютер, он стоит в шкафу, где стоит отдельный блок питания, отдельная защита от перепадов напряжения, отдельный роутер и так далее, для того, чтобы все это работало. Предпоследний слайд. Есть такой термин машинное зрение, хотел подсветить, чем это отличается от компьютерного зрения. Машинным зрением обычно называют как раз то, что работает в промышленности, и часто это особенные камеры, как вот эта, то есть это камеры, которые могут быть, есть камеры, которые снимают тысячи кадров в секунду, есть камеры, которые имеют разрешение, скажем, 12 тысяч на один, то есть она такая узкая полоска, которая с бешеной скоростью над конвейером стоит и снимает. Много специфичных камер, супер светосильные объективы, которые максимально не искривляют картинку, и работа так же, как профессиональные фотографии, работа с напрямую снятыми сматрицей данными, а не закодированным видео. Резюмирующий слайд, в чем ключевые вызовы на текущий момент компьютерного зрения в промышленности. Первое, это для того, чтобы обучать все вот эти системы, которые я рассказывал, нужно иметь разметку, то есть если мы хотим, не знаю, видеть людей, которые не носят каску, нам нужны эти люди, примеры их с каской и без каски. Обычно, скажем, примеров без каски может быть слишком мало, их сложно найти, и кроме того, размечать на сервисах разметки все это нельзя, потому что она находится под NDA. Это редко перестанное, в основном это коммерческая тайна того, как выглядит, скажем, предприятие изнутри, что на нем там происходит, никому нельзя показывать. Мало данных, большая цена ошибки, то есть внедрение такой системы должно быть очень хорошо продумано. Ну, в случае с каской, здесь просто недоверие к системе, если она будет слишком часто давать ложное срабатывание. В случае с технологической системой, например, как были там пузырьки, флотации, если мы неправильное указание даем технологической системе, она неправильно будет управлять, то можно там все сломаться, и могут быть многомиллионные потери. И сертификация – это то, что касается, например, систем контроля качества, что они должны быть правильно сертифицированы. Ну, и в многих других вещах тоже, то есть той же промышленной безопасности. Как доказать, что эта система реально проверяет какие-нибудь требования Ростехнодзора, не что-то другое. Условия работы. Посмотрели, как выглядят камеры. То есть это запыленность, это температура может быть уличная, морозная, это необходимо, соответственно, мыть их керхером под высоким давлением. Ну, и некая антивандальная стойкость, естественно, тоже у них нужна, потому что если камера смотрится на то, как я работаю на заводе, то очень хочется ее заставить перестать это делать. Ну, и последний пункт, как раз в прошлом году я в основном про это рассказывал, бизнес-кейсы. То есть самое главное, естественно, в таких проектах – это определить ценность, зачем он нужен и правильно. То есть компьютерное зрение может работать не отлично, оно может работать хорошо или средненько, но если правильно построен бизнес-кейс, то оно все равно может сходиться. Так что всем желаю продумывать эти бизнес-кейсы. Собственно, все. Дорогие друзья, громкие-громкие. Спасибо большое. Как всегда, у меня будет несколько вопросов. У меня первый вопрос. У меня айфон, меня по утрам иногда не узнает. Это нормально? Я такой, он говорит, нет, это не ты. Я говорю, это я. Он говорит, нет, не ты. Обычно это бывает в субботу утром, но разные тенденции. Сейчас вопросы для вас. Сегодня многие столкнулись, я чувствую, из участников. Столкнуться. Потому что потом будет автопати, потом будет еще что-то, и завтра, быть может, кто-то не сможет разблокировать свои гаджеты. Есть ли вопросы для нашего спикера? Все, наконец-то. Нам главное первое. После первого все начинается. Потому что всегда есть небольшой страх. А вдруг на меня кто-то посмотрит. Друзья, мы собрались здесь, чтобы отвечать на вопросы. Поэтому если есть, даже странный какой-то, на ваш взгляд, не стесняйтесь задавать. Тем более, человек рассказывал про компьютерные глаза. Я раньше думал, что такое возможно только в Терминаторе. И все. Поэтому все в нашей жизни. Реально не стесняйтесь. А можно у нас такой вопрос? Вот какие-то реальные примеры на промышленности, какие-то там заводы, типа Северсталь, Металлургия, где это применялось, в какой масштабности это было сделано. Ну и сейчас мы знаем, что Северсталь довольно сильно делает направление по предиктивному предсказанию ошибок или там поломок оборудования. Были ли вот такие тоже проекты, как их делали? Спасибо. Да, спасибо. Кейсов много. Вот эти пузырьки на флотации, это реальное внедрение на Норникеле. Ну не это конкретная фотка, но в целом они это сделали. В НЛМК есть система, которая прослеживает движение руды с помощью видеокамер, там смотря, ну объемы оценивая. Есть промышленно-безопасность, самое большое внедрение, это как раз цветмет, там несколько сотен камер. То есть на каждом предприятии, я бы сказал, там по одному-два, но что-то такое начинается. Вот, в принципе, да, Северсталь, ну они многое сами делают, по компьютерному внедрению тоже. По второму вопросу, я сам это несколько раз трогал, то есть предиктивное всякое обслуживание, это очень сильно упирается в наличие данных и их корректность, потому что обычно причины отказа указывают некорректно до того, как не начинают туда смотреть. Поэтому здесь как раз тот пример, когда Северстале это легче делать изнутри, подрядчик, ну вот те данные нас делай, нет, так не получится. Итак, есть ли у нас еще вопросы или нет? Так, давайте мы сейчас быстренько… Так, тут, все, видите, вот, нужно было задать первый, потом все начинается, потом уже появляется смелость. Меня зовут Тимур, у меня есть небольшой вопрос. Компьютер-вижн – это чаще всего нейронные сети. И я пробовал, просто дома садился, баловался, и чаще всего для моих маленьких-маленьких проектов подходили готовые предобученные нейронки Google. И вообще, сидя, я не придумал каких-либо проектов, где нельзя было использовать готовую нейронку и дообучить ее. Есть ли смысл сейчас писать свои нейронки со своей логикой? Спасибо. Свою архитектуру делать вообще смысла нету, потому что действительно там они выкладываются Google, институтами типа Berkeley, и, соответственно, все используют готовые архитектуры и готовые способы потом их сокращать, чтобы они вылезали по производительности. С точки зрения предобучения данными, конечно, почти всегда действительно лучше подходит предобученное, хотя бы в том же домене знаний, даже если у вас там какой-то свой кейс, взять что-то предобученное будет всегда легче. Но, например, когда я рассказывал про экскаваторы, там не нашлось ничего, пришлось учить свою сеть, которая распознает правильно камешки, зубья и так далее. Например, если мы говорим про ту же промышленную безопасность, то, естественно, там уже есть сети, которые распознают людей, находят там и голову, есть и по каскам тоже обученные. То есть процентов 90 кейсов, конечно, берется все готово и дальше долго там настраивается, дорабатывается. А здесь молодой чех, да? Вы же? Или уже на ваш вопрос ответили? Был больше вопрос, через сколько ожидать это больше в массовости и более дешево. То есть вы говорили, у вас один из проектов был более простой, он стоил там больше миллиона рублей. Правильно? И у меня больше вопрос, через сколько ожидать удешевления стоимости и чтобы это было в массовости, чтобы какой-то более простой человек мог взять и использовать этот продукт для своих целей. Ну, именно что-то связанное с промышленностью, не знаю, по ощущениям, я думаю, что сейчас только появляются маркетплейсы, где все это в каком-то виде есть. То есть я думаю, что 3-4 года еще пока мы от этого отстоим. То есть сейчас то, о чем вы говорите, это вот, например, можно зайти в Amazon или Google Облака, там есть эти сервисы, например, модерация картинок, которые можно по подписке купить за разумные деньги. Но, например, распознавание лиц уже на небольшое количество камер, оно будет стоить уже не очень разумные деньги. То есть, например, 100 тысяч рублей за лицензию на одну камеру, что не так уж там доступно. Поэтому всякие промышленные штуки только-только в какие-то такие маркетплейсы запихиваются, где нельзя ничего накликать, можно просто позвонить по телефону и узнать. Я думаю, еще несколько лет. Друзья, спасибо большое. Можно громче аплодировать.